Привидище, это контрабака Полизака, и я немножечко откатился назад с прошлой серии. Дело в том, что вот эта вот Нива прорвала нашу границу, и в этот раз я встану на её пути. Чёрт подери, он кажется не собирается останавливаться, стреляем! Офигеть, у меня так изящно на капоте прогодил. Давай пошарим у него в кармане. Ага, стиральный порошок, три штуки. Нормальненько. А чё ты сзади вез? Блин, здесь не вытащить, надо тачку отогнать. Давай это и сделаем. Отгоню назад. О, теперь вытащить можно. И смотри-ка, здесь контрабанда на заднем сидении. О, фальшивочки он провозил. Сюда ещё заныкал. И в шмотки ещё спрятал. Неудивительно, что он ехал просто напролом. У него здесь столько контрабанды. Короче, склад у меня забит просто капец как. Настало его время для расширения. Был у нас вот такой, а станет вот такенный. Давай-ка посмотрим. Ух ты, вот это да. Да тут жить можно теперь. Появилась вторая вкладочка. У меня тут, короче, пассажир приехал. Дневные расходы минус 470 баксов. Офигеть, как они выросли. В общем, у меня тут приезжий. И он говорит, давай поторгуем. Я такой, а давай. И в общем, я ему сейчас стиральный порошок, который я только что забрал, продам. Вот и всё. Всё про... А, больше порошок не покупаешь. А он мне предлагает водку купить за 14 баксов. Ну давай одну бутылочку возьмём ради интереса. Отличная сделка. Так ещё бы. Давай документики теперь свои. Чувачок, у нас уголь везёт. Количество 1. Я такой подхожу сюда и... Опайки. А как мне тут уголь проверять в количестве одного? Тут как бы в килограммах надо, в тоннах смотреть. Ну, давай запишем просто. Уголь 1 штука. Но в любом случае ему это не поможет, потому что у него косяков куча по документам. Поэтому, Расим, ты не проезжаешь. Въезд запрещен. Наконец-то этот день закончился. Лучше идите отдыхать. Завтра у нас много дел. Да действительно. Завтра ещё круче будет. Поэтому пошли похрапин. Конфликт на юге. Товарищи, из-за конфликта между нашими южными соседями мы ожидаем увеличения потока грузов на границе. Для защиты национальной экономики партия ввела соответствующие ограничения. Ну, пойдём посмотрим, что там за ограничения. Лимит иностранных товаров. По решению партии в целях защиты народного хозяйства временно ограничивается перевозка грузов южного. Максимальное количество товаров данной категории. Продукты питания 6, бытовая техника 3, химикаты 4. Вот эти все персонажи, их нужно изучать и хорошо досматривать. Ну, зайдите. Начинаем досматривать. Какой разноцветный буханыч. Буханыч. Ёлки-палки, цветочки, ромашки. Документики показывай. Надо ствол убрать эту. Да ствол убери. Ствол убрать достал автомат такой. Вот документы возьми. Спасибо. На вид, значит, у нас закончился. Видишь, у них справок о вакцинации больше нет. Поэтому просто проверяем этих чижиков-пыжиков. Он, кстати, у нас ещё химикаты 4 штуки провозит. Если это так, то мы его сможем пропустить. А если не так, то мы его развернём. Вроде 4 бочки. Всё как положено. Вот они. Зион Бойко. Ты, оказался, нормальный мужик. Поэтому проезжай. Всё у него чистенько. Акаристан. Наконец-то. Ого. У нас там 2 грузовых здоровенных тачки стоит. Обалдеть. Чувствую, будет потненький досмотр. Ну, здорово, Бородач. Чё расскажешь, откуда прибыл? Чё у тебя за национальность там? Аль-Барак. Опачки. Опачки. У нас есть сводочка на чувака из Аль-Барака. Так. Включаем ультрафиолет. Вылазим с тачки. Давай, давай, давай. О, что происходит? Ёлки-палки меня как тормошит там в разные стороны. Ёдро-батон. Ты чё, чеснока обожрался? Вдыхнул на меня, что ли? Хочешь поторговать? А чё? А ты торгуешь ещё? Ну-ка давай. О, стиральный порошок. А водку не покупаешь? У меня там есть. Сейчас. Подожди минуточку. Контрабандист ещё. Так. Ты чё тут, Новик, убираешься-то? Ну, как бы, молодец. Респект тебе за это. Но. Блин, прикинь, она подешев... Порошок подешевел. Подешевел. Если тогда я продавал его на 5 баксов дороже, то теперь на 19 меньше. Ну, типа, дешевле или что? Понятно. Срок годности, что ли, у него кончился или как? Ой-ой-ой. Опа! А фотка-то не соответствует. Я сейчас одним глазом заметил. Да, минус 19 смотри. Капец. Ладно, продам ему всё равно. Это как-то пискат был. Отличная сделка. Я тоже так думаю. А чё у тебя с бородой? Ты не похож на то, что у тебя в реальности. Типа, там, это... Поэтому фото минус. Как эта тачка у нас там выглядеть? Завет. Вот так вот завет. Ну, нифига себе завет. Ты уверен, что завет? И ещё и максимальный вес 4,240. Я сейчас проверю. Чё-то ни черта это на завет не похоже. По весу, ну, типа, ок. Значит, в отчёте ставим, что тачка не та. Номер давай ещё сверим, кстати. UE6301. Да, вроде похоже на то. Всё чисто. Здесь всё чисто. Но вот я думаю, что у него сзади вот тут жопа будет. Фрагиль. Фиг выговоришь. Чё это такое? Фрагил. Давай вытаскивать. Значит, выгружаем всё. У тебя столько грузов? А ты с югов? Альбарак находится на юге? Если ты с югов, я тебя не пропущу. Не-не-не. Слишком много всякого ты везешь. Походу, там реально сыр. Ну да, вроде сыр и больше ничего. А, вот тут вот что у нас? Рыбка, да, ты говоришь? Ну, похоже на правду, да, что это рыба. Доленский, ну, серьезно, ничего такого не провозишь? Ошибся? Просто подоком у тебя проблемы, да? Максимов, грузи, короче, и это все обратно. Написано, что королевство Аль-Барак в прошлом бедная пустынная страна. То есть это, ну, юга выходит. Так что в отчете можно смело писать правила въезда. Чувачок, ты не проезжаешь, вообще никак. Это еще не ковец. Да вообще пофиг. Надеюсь, что я не обосрался с ним и... Фух, пронесло, вроде все верно. Следующий. Там еще один КамАЗ. А, ну, правильно, сейчас будут одни КамАЗы заезжать, потому что с югов же все везут. Так, я не понял, чувак, ты только что у меня был. Очень похож на того же чувака, который приезжал ко мне, вот, прошлый. Так, погодите-ка, фотку. Ага, фотка не соответствует. Сразу же вообще эти фото не то. Вас там что, на югах клонируют, что ли, или как? Что-то ты кучу всего везешь, слушай. Давай-ка посмотрим. Я даже выгружать, наверное, не буду. Я просто опись проведу прямо здесь. Бытовая техника, напоминаю, что мы можем провозить ее в количестве трех штук. Ну, не мы, а вот приезжие. Слушай, а может ее все-таки лучше вытащить, потому что их вроде можно открывать. Газовые плиты, и в них может что-то храниться. Дай-ка проверю. Чисто, чисто. Чисто. Ну, и в целом, короче, наш Симончик не проезжает. Вроде все пучком. Так, ну, мне дали 120. Не круто. Давай посмотрим, что я там пропустил. А, разбиты окна и фары. И опись грузов я, короче, не поставил галочку. Ну, ладно, не столь важно. А вот важно то, что тут приехал красный автомобиль. Мне нужно его хорошенечко... Э, куда документ убрал? Ну, выходи. Короче, красный цвет. У меня есть сводка на это. Вот, цвет машины красный. Ну, ты представляешь, а? Чистенький перец. Можно пропустить. Удивительно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А-а-а! Не-не-не-не-не-не, это было плохое решение. Я надеюсь, что больше такого не повторить. Минус 500 долларов. А где? А где? Покажите. Места, где прячут контрабанду. Левая передняя шина, правая передняя шина. Заводительский... Я же смотрел, там ничего не подсвечивалось. Офигеть! Вот это меня штрафанули. Чёртов усач! Обдурил меня. Здорово, Росомаха, выходи. Я вообще не в духе. Меня сейчас так надули. Ты что, везёшь в щебень, что ли? Или золото, или что это? Песок какой-то. А, нет, не Росомаха, а Джамал. Это всего лишь Джамал. Джамал у нас везёт гравий в количестве двух штук. Как мне это считать? Как два штука? Не знаю, но... У меня просто записалось как один. Джамал, а где второй гравий у тебя лежит? По карманам, небось, напихал, да? Ну, короче, Джамал, ты не проезжаешь. У тебя косяков вагон просто. Я надеюсь, что мне за него хотя бы 200 баксов дадут. Что я всё правильно сделал. Потому что у меня в карманах дырка. Так как минус 91 бакс. Я живу в минус. Это хуже, чем нищета. Это все... 160. Ну, пойдёт. Ну, пойдёт. Я пойду, подрыхну, наверное. А то столько нервотрёпки сегодня. С кучей грузовых. Это нереально-нереально сложно. Вставайте. Впереди ещё один насыщенный день на границе. Я уже, если честно, подустал. Если опять приедет куча грузовых машин, а они уже едут, буду снова рвать жопу, получается, да? Я тут, короче, подумал. Мне в комментариях как-то писали, подсказывали. Можно нажать вот на эту штучку, чтобы перегрузить всё в тачку сразу. И надо бы развеяться, сгонять в отдел полиции и сдать контрабанду. Время поднимать бабло. Поднимать бабло, да. Всё сюда переместилось. Спасибо за коммент. Не понял. Товарищ, возвращайтесь к работе. Люди ждут. Да ёлки-палки. Из-за вас, товарищи. Меня никуда не отпускают. Ох, ёлки. Минус 20, минус 20. Уничтожение стекла. Я же одно стекло пробил. Почему-то меня два раза по минус 20 сняли. Я выплеснул свой пыл, чтобы я случайно никого не пристрелил. Дедуль, ну я в отчёте отмечу, что у тебя разбито окно. Давай свой бумажник. А, прикинь, я не могу ему вписать, что разбито окно, так как я его разбил. Тут вычеркнуто это поле. Ха. Прикол. Ну, короче, что хочу сказать. Вот этот елик, он приплыл. Смотри-ка. Где моя монтировочка? Ну-ка, показывай, что ты там привёз. Что это? Что это такое? Оружие. Ай-яй-яй. Так, он в тачку там не собирается. Да ёлки. А вы мне ещё и это... Штраф выписали за то, что я Тавоськи. Стоять, блин. Да что ж такое-то? Да что ж такое? Второй раз уже меня пытается сбить. Ёлки-маталки. А ну, вылази. Что ты там вообще? У тебя есть в кармане что-нибудь? Ничего нету. Капец, да? Вытаскиваем этого чучела. Значит, что? Как? Я только что в тачке был. Да ну нафиг. Эу! Я в тачку не могу зайти. Да что? Да что ж так? Чертовщина какая-то. Это что, из-за того, что я всё-таки деда укокошил? Или что? Я вот с другой стороны залезу. Так. Давай искать ещё контрабанду. По-любому у него что-то где-то было. О-о-о-о-опа. Вон там вот. Ага. Может быть ещё где под крылом каким-нибудь? Или в колесе? Ну-ка, ну-ка. По-любому тут дофига контрабанду. Опа, колясико. Колясико. Сейчас проколем. Вот так вот. Гранатка. С патриками в запаске ничего нету? Вроде нету. Давай вон туда поднимемся ещё. Опля. На самом деле, хреново, что я убиваю вот этих вот контрабандистов. Гораздо выгоднее было бы их посадить в тюрьму и потом сдать их на рудник. Мне бы больше бабла за них дали. Нифига себе, как тебя перекосило, дружище. Ну ты как бы заезжай. Я должен быстро выехать с этим товаром. Я должен был проехать три дня назад. Я слышал об этих новых ограничениях. Но, пожалуйста, пропустите меня, иначе меня уволят. Я, короче, уже столько жизней загубил. Слушай, олимпийца не пропустил. Там у кого-то жена в больнице была, не пропустил. Кого-то ещё там не пропустил. Ладно. Давай. Не, подожди. Давай мы его на контрабанду проверим. Если он ничего такого не везёт, то я его пропущу. Так уж и быть. Чё у тебя там в багаже? Ну-ка. О-о-о. Ну и, конечно же, имя не соответствует в документах. Провозит он гораздо больше разрешённого. То есть очень большое количество продовольствия с юга. Ну, так уж и быть. Меня, конечно, сейчас, наверное, жёстко штрафанут. Но я хочу его пропустить. Надеюсь, он меня отблагодарит потом. Давай, проезжай быстренько. И колесо себе почини, а то у тебя перекос жёсткий. Мне вот теперь интересно, насколько меня сейчас штрафанут. Очень больно будет или нет? Ой-ё. Минус 200. У меня в кармане минус 171 доллар. Здорово. Как жизнь? У меня вот не очень. Меня только что штрафанули. Дружище, я готов тебя расцеловать. Ты поднял мне настроение. Просто капец как. Так, вот проверяю документики. Смотрю регистрационный номер. А тут 04XW. Это же сводка. Сводка на тебя. Ну же, где ж ты контрабанду провозишь? Кажется, вон там. Я вижу, что это сигареты. Давай выламывай. Что, оставь меня в покое. Да как тебя оставить? Ты такой красавчик зализаный приехал ко мне в очках. Ладно, ладно. У меня есть контрабанда. Пожалуйста, возьмите деньги. Но не трогайте машину. Слушайте, у меня в комментариях, кстати, писали. Возьми бабки, да пристрели ты его. Если я его пристрелю, то меня штрафанут очень сильно. Да ладно, я сегодня весь день не так идет. Поэтому почему бы не попробовать? Давай уже пожести. А, он бабки уже убрал. Он, видимо, чухнул, что я хочу сделать. И важный телефонный звонок. Да у меня тут контрабандист. Блин, меня с мыслей сбивает. Сейчас, 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 сейчас. Я все найду по-быстрому и возьму трубку. Опачки. Кто же сюда прячет-то? В бардачок. Ага, в бампере. Ну хорошо. Зачем ты это делаешь? Да как, зачем? Ты же контрабандист. Ты мне хотел взятку вообще дать. Ого, целых две пачки. Я уверен, что ты куда-то еще заныкал. Но я уже больше не могу найти. У меня там важный звонок. Поэтому, че с тобой нянчится? Ты арестован. Нет. Отпустите меня. Побудь здесь. Все. Меня как раз телепортнули, куда нужно. Камера закрывается. Я пошел на телефонный звонок отвечать. Товарищ, мы только что получили сообщение о жестоком избиении и похищении человека на территории лесопилки. Мы хотим, чтобы вы занялись этим лично. Ну конечно же, лесопилка. В прошлый раз я там чертовски сильно отхватил. И меня туда снова направляют, да? Чтобы я еще разок отхватил. Кстати, я могу вот эту буханочку взять? Ну так, чисто ради интереса. Завести ее? Не, не могу. Ладно, возьмем свою. Она у меня там как раз с контрабандой. Я, если что, так это в полицейский участок заеду. Товарищ, у нас появились новые подробности о похищении. Похищенный Григорий Белов, наш агент под прикрытием в банде Абиранкова. Поторопитесь, его жизнь в ваших руках. У меня еще есть 3 минуты 50 секунд. Я думаю, наверное, заехать в отдел полиции. Хе-хе-хе, его жизнь в моих руках. Заеду в отдел полиции, сбагрю контрабанду, заработаю бабло и потом поеду за агентом. В принципе, должен успеть. Времени навалом. Открывай ворота. Опаньки. Прям на дыбах заехал. С дороги. Если я, короче, кого-нибудь собью из этих чуваков, я уже так пробовал, а я могу их сбить, то меня штрафанут за убийство своего сотрудника. В тюрьму не посадят, а вот штрафануть, штрафануть. 530 за контрабанду получил. Нормально наварился. Поехали дальше. Теперь едем за агентом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть ДТП-ху не устроил. Я, конечно же, не подготовился к этой перестрелке. Раз его там похитили, значит, там кто-то... Ну, бандиты. Бандиты. По-любому бандидосы. Поговори с начальником лесопилки. Ладно, пойдем. Ой-ой-ой-ой, их тут дофига. Здорово. Как дела? Начальник лесопилки. Около часа назад этот парень подъехал сюда. Он припарковался возле леса и стоял там какое-то время. Похоже, что он кого-то ждал. Как только он вышел из машины, вдруг подлетел черный ваз, из которого выскочили трое мужиков в балаклавах. Беднягу здорово сбили. Когда он уже был без сознания, его запихнули в багажник и уехали в южном направлении. Да. Обыщите машину. А, вон она, вон она. Вон она стоит. Это машина, на которую приехал этот чувак. И что же мы здесь можем найти? Пока не понимаешь, что. Опа, минутку. КГП-шные документы. Вот, бумажник. Из документов следует, что владельцем является Дмитрий Козлов. Спросите у начальника о Козлове. Ты знаешь, кто такой Козлов, эй, начальник? Начальника? Ох, Дмитрий, Дмитрий, наверняка опять во что-то вляпался. Он работает здесь около года. Часто сует нос не в свое дело. Поговорите с Козловым. А где Козлов-то? Знаешь, где я заныкался, Козлов? Ну это капец. Сзади, на заднем дворе. Вот так выходишь. Э, а Козлов куда-то переместился. Куда ты ушел? А, во, подожди, это ты? Да, ты. Глупо получилось. Я думал, что найду там что-то ценное. Работа на лесопелке тяжелая. А у меня есть семья, которую нужно содержать. Я нашел только этот блокнот. Пожалуйста, возьмите его и давайте забудем об этом. Я уже почти докопался до правды. Я еще должен проверить некоторые версии. Поговорить с продавцом инструментов. Обыскать склад в гостинице под пьяным медведем. Допросить работников лесопилки осмотреть развалины в районе каменоломен. Я, походу, именно туда сейчас и отправлюсь. Каменоломни эти. Обыщите развалины. Да, меня направляют туда. Ну что ж, поехали. А вот и каменоломня. Ну, то есть, вот эти развалины. А там бандиты, смотри, стоят. О, они стволы достали. Так, я тоже достой ствол. Автоматик мой. Присядь. Ух ты, елки, по шапке прилетел. Откуда стреляет? Вон там. Готов. Где-то откуда прям рядышком стреляет, слушай. Прям нормально мне досталось. В обход. В обход. Вот ты где стоишь. Готов. Вон там вот бочку можно подстрелить. Ага. Ну, запрыгивай. Ну, что ты такой немощный-то старикан. Хотя, вроде бы, не старикан. Кто-то с винтовки стреляет прям. Перезарядка. Извините, ребята. Я выскочил не очень грамотно. Черт, 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 черт. Граната. Тут все? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А я здесь. Двое. Один обходит меня. Фух. Еще один. Готово. Забегу сюда. Мало ли, тут что-нибудь лежит интересное. Но вроде нет. Как ты близко подошел? У меня, кстати, все. Обойма закончилась. Пять патронов осталось. Ого. Так, так, так. Готов. Дальше Петик пошел в дело. Хэт. Хэт. Нет, не хэт. Есть. Ну, я думаю, тогда сразу туда бежим. В гуще событий. Полицка. Полицка пришло. Да, да, да. Полицка тебя сейчас нагнет. Кто у нас тут сидит? Здрасте. А, так я ж тут был. Ёлки-палки-моталки. Я ж тут... А что это за звук? Ты слышишь? Я тут КГБшный документ первый нашел. А, вот откуда этот звук. Вот этот трупик бьется башкой об бочку. Хэ, забавно. Давай я его оттащу. Вот и все. Что там у тебя? Патрону для снайперской винтовки? Ну, пусть будет. Пусть будет. Вот эту вот записочку забираем. Сергей, мы выяснили, что один из наших двойной агент. Из-за него вчера Иван попал в трудовой лагерь. Будь осторожен. Полиция у нас на хвосте. Борис Аберанков. Поезжайте в трудовой лагерь. Окей. Вот мы приехали в трудовой лагерь. Здорово, сержант. А, наверное, ты имеешь в виду Ивана. Парень находится здесь всего пару часов, а уже избил другого заключенного. Ты найдешь его внизу с остальными. Это тот лысый с рыжей бородой. Сомневаюсь, что он согласится поговорить с тобой добровольно. Сейчас разберемся. Рыжий, лысый и бородатый. Рыжий, лысый, бородатый. Вот он. Наверное, это он. Но он не рыжий. Борода у него не рыжая. Привет. Нет, ты не Иван. Ты не тот, кто мне нужен. И ты тоже не тот, кто мне нужен. Мне, наверное, надо вот здесь вот спуститься. Тут вот еще один спуск есть. Хорошо, что мне сказали. Что он лысый? А он без шапки, интересно, будет или с шапкой? О, вот он стоит тут покуривает. Это ты? Иван Карпин. Точно, это он. Но он не рыжий, блин. Твои люди похитили нашего агента. Говори, куда его могли отвезти. Ваня, я легалый. Думаешь, я что-то тебе скажу? Да я лучше сдохну. Ладно, сейчас попробуем заставить его заговорить. Как насчет прострелить ему колено? Какого черта ты делаешь? Что, застал, да? Дай поболтаем. А, смотри-ка. Он все равно не хочет, пока ему не прострелят. Дай в ногу. Ну че? Как? Хочешь поболтать? Или все-таки тебе еще вторую ногу прострелить? Давай, 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 давай. Смотри-ка, он до сих пор говорит, вонючий легалый. Какого черта ты делаешь? А в живот? Не, в живот не буду. В колено давай. Ладно, ладно, хватит, парни. Наверняка уже давно отвезли его на кладбище. Можно было, конечно, его избить, но это не мой метод. Не люблю марать руки. Закрываем клетку и поехали на кладбище. Приехали. Я сейчас попытаюсь прямо въехать сюда. Ага. И че? Найдите Белова. Сейчас будем искать. Белов. Короче, я обыскал вот эти вот маленькие склепики. Осталось теперь только вот сюда зайти. Но двери закрыты. И по всей видимости надо в обход идти. Опа. Ой-ой-ой. Товарищ, сюда. Кровища сколько. Сейчас Дракула какой-нибудь вылезет. Ого. О, нифига себе, он мощный. Он раскидал бандюганов с молотками. Красавчик. Сейчас я Патрики пособираю. Ты молодчик, конечно. Они тут его очень мощно пытали. И ножи, и трубы металлические. Так, пестик я у тебя заберу. Он тебе больше не нужен. А то вдруг ты в меня решишь пострелять. КГБ-чные документы. Здесь вроде бы их нет. Хочешь в пейерверк? Смотри вот так вот. А, отстань от меня. Да я тебя спасать пришел, чуды. Ну что, давай поболтаем наконец-то. Товарищ, как вы меня нашли? Здесь меня пытали люди Абиранкова, но мне удалось завалить их оружием. У меня есть доказательства сотрудничества между бандой Абиранкова и Кровавым Кулаком. Я узнал фамилии, места, встречи. Я знаю, каким будет их следующий шаг. Помоги мне встать. Похоже, мне нужно в больницу. Конечно же, конечно же, помогу. Погнали. Слава богу. Я думал, это уже конец. Белов пытается передать вам подробности своего расследования, но вы с трудом понимаете его слова. Его рана на животе с каждой минутой кровоточит все сильнее. Добравшись до больницы, вы надеждой отдаете его под опеку врачей. Ух, 1600 мне дали за спасение агента. Да, ситуация. А эта тачка продолжает тут стоять. Тачка-катрабандиста. Можно еще ее, конечно, пошмонать. Но я думаю, что я больше уже ничего не найду. Я вроде везде и колеса проверил, арки все проверил. Внутри тоже ничего нету. Бампер сзади. Кстати, вполне может быть, что на бампере. Но вроде нет. Вот ты фиг его поймишь, где еще может быть что-то спрятано. Короче, убирай тачилу. И... А, так я все. Мне 200 баксов дали за тачку. Значит, я все нашел. И осталось еще две грузовых тачилы. Но их я буду обыскивать уже в следующем видео. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить другие новые ролики, на которых мы с тобой и увидимся. Так что до встречи! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok